добрый день с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплине сегодня хотел бы поговорить о том как наказывать на мой взгляд существует четыре способа наказания которые стоило бы практиковать первое это физическое наказание ремень розга так далее второе это найти такое отчуждение в другой комнате кто-то там ванну запирает это в кладовку сажает вспомните гарри поттера который сидел под лестницей так далее самый известный наверное на постсоветском пространстве способ наказания это поставить в угол под разными углами и последнее это лишение каких-то привилегий давайте мы обсудим каждый из них буквально в паре слов бить или не бить вот в чем вопрос на сегодняшний день огромное число людей говорят о том что бить детей ни в коем случае нельзя я как верующий человек не могу с этим согласиться потому что библия говорит нам о том что наказывает ребенка необходимо более того писание говорит о том что тот кто жалеет розги для сына своего тот ненавидит его любая аврамическая религия то есть христианство ислам и иудаизм они говорят о том что ребенок должен быть наказан физически и я совершенно с этим согласен другое дело я не согласен с подоплекой я считаю что не во всяком случае необходимо бить детей далеко не во всяком потому что телесное наказание должно быть высшей мерой а то есть за такие проступки за которые просто нельзя не бить воровство ложь преступление против морали я говорила моральности я говорил о непослушании и так далее это первое ограничение второе ограничение это давайте так агрессивность если мы не наказываем детей в гневе мы не будем бить их сильно то есть я не говорю о том что мы должны избивать детей я говорю о том что их нужно отшлепать и ребенок должен это понимать что когда мы наказываем это не акт агрессии это акт дисциплинирования Второе, это отчуждение в другие комнаты и так далее, и так далее. Знаете, на самом деле, на мой взгляд, это не особо приемлемый вариант. Почему? Потому что любое отстранение от семейного круга – это отверженность. Когда ребенок что-то сделал не очень хорошее, мы с вами берем и говорим, так, идешь в эту кладовку и сидишь там и думаешь над своими поступками. Знаете, как слышит это ребенок? Ты нам здесь не нужен. Твое поведение привело к тому, что мы хотим, чтобы тебя здесь не было. Это отверженность, которая будет сидеть в глубине его сердца. Проще взять ремень, отшлепать, обнять, пожалеть и сказать, я люблю тебя, ты совершил неправильный поступок, это то, что ты сделал, это плохо, но мы любим тебя. Ты должен быть с нами, мы никогда тебя не выбросим из нашей жизни. Я вообще бы советовал избежать любого рода наказания, которое может так или иначе сказать или показать нам или нашим детям, что мы их отвергаем. Третий вид наказания – это угол в свое время, я это время еще застал. Нас не просто ставили в угол, но ставили в угол на колени и ставили на горох, на гречку, чтобы было больно, дискомфортно, чтобы ты подумал над своим поведением. Я думаю, что на горох я ставить бы не стал, но место, которое, знаете, показывает тебе, что ты что-то не так совершил, оно очень важно. Когда ты ставишь ребенка в угол, ты говоришь, подумай, пожалуйста, над своим поведением. Подумай, к чему это приводит. Ты наказан, ты будешь стоять такое-то время в углу, но мы не выгоняем его в другую комнату. Он стоит здесь и думает над своим поведением. И это очень действует, по крайней мере, на таком возрасте от 5 до 12 лет. Дальше это работать не будет. И последнее средство дисциплины – это лишение каких-то привилегий. Интернета, прогулок, поездок, вкусностей и так далее. И он приемлем уже, когда дети достаточно взрослые, когда они понимают, чего они лишаются. Если младшая дочь плохо себя ведет, то для меня достаточно сказать, что сегодня ты смотреть мультфильмы не будешь. И она моментально начинает думать над тем, почему это происходит, просить прощения, очень правильно формулировать то, из-за чего ее наказали. Когда мы с вами лишаем детей каких-то привилегий, мы тем самым их дисциплинируем. И чем старше наши дети, тем более приемлемым является эта форма наказания. Субтитры сделал DimaTorzok